приветствую бойцы как узелок как настроение давайте начнем новый аккаунт вместе пойдем обучение посмотрим что дается новичку и соответственно как вообще ангар развивать аккаунт абсолютно нулевый все здесь по нулям ни побед ни поражений нет также зашел на строчки и поставил высокий пресет качается он полтора гигабайта весит весьма весьма тяжело и долго и и соответственно у меня почему-то отключила 60 fps стал 30 fps весьма странно возможно проблема только у меня я играю на эмуляторе но все полетели воевать проходить обучение но сначала давайте пробежимся по новостюшкам новостюшка 1 вроде бы классная улучшение титанов дешевле на 10 процентов кому приспичило качайтесь вплоть до 7 числа действует данная скидка но кто хочет сэкономить жите скидку 25 процентов рано или поздно она появится и следующая новостюшка неважно в какой стадии находится прокачки ваш ангар новичковский сервисковский топовый вы можете получить фафниры всего лишь нужно перейти по ссылке ютуберам там серии каналов производят розыгрыши и соответственно выполнить условия ну скорее всего там подписаться на канал поставить лайк и оставить комментарий скорее всего принципе у всех одинаковые требования на этом все полетели воевать ну что бой начинается нас учит перемещаться начинаем движение жмем вперед ура я научился ходить удержите правый джойстик нажатием как показано так я играю на эмуляторе нажимаю здесь и влево вправо кручу великолепно я научился теперь стрелять все знания все выполнены осталось мне по захватывать маячки и всех поразваливать так играем на высоких на высоких настройках здесь к сожалению водичку разработчики не завезли на каньоне самая-самая красивая графика самая-самая красивая но еще там есть на вале да очень красиво ну еще немножко так скажем power plant вот три очень красивые карты все остальные карты пиксоники по моему немножко не доработали а это они говорили что спрингфилд переделают или ямонтау или спрингфилд в общем они постепенно будут количество карт увеличивать которые соответственно работают с ремастером типа у нас сейчас в игре две игры старая игра новая игра карты нельзя просто взять скопировать которого вы старые карты ставить в новый клиент они работать не будут к сожалению так ну что это боты это нереальные игроки поэтому есть особо интересного не будет давайте один будет игра и потом соответственно наверное я поставлю паузу и немножко поиграю уже не на записи разваливать ботов это не очень интересно я здесь вообще-то братюня он не замечает меня не замечает пиксоники возможно ботов нужно делать умнее а возможно товарищ киберсоник тебе нужно поставить не могут и пунишеры так что кто начинает новый аккаунт сразу залетаете в робота и меняете вооружение молот и стреляют слова носку далеко бьюда но в общем пунишер надо идти в ближний бой и всех разваливать в гава робот как-то не знаю о вооружении валяется чудо нужно подобрать был подбирать бы подходишь нажимаешь е или там как в парке поднять да и все зачем пушки качать там получать на поле сражения куча пушек ходишь собираешь так как бы первое место я тащил офигеть офигеть так тебе sonic 020 новый уровень гугла и соответственно профили и здесь в игре второй уровень получил доступен мне казак джамп и игра продолжает нас обучать получи второй уровень спасибо голоды мне отсыпали великолепно возвращаемся а начинается начинается открой второй слот а давайте я пока я товарищи зрители и товарищ игра не буду открывать второй слот а вот не хочу а хрен тебе не буду ничего нажимать я буду играть надо салтовом ангаре пока что возможно потом поменяю свои планы и так мы поняли что могут и спиральки вооружением ну совсем не актуально а вот пунишер в принципе даже в легендарной лиги супер-мега-трупер чемпионской можно играть в игре воробос ну без шуток да вполне они такое конкурентоспособное вооружение есть ряд недостатков но а можно покрасить не о так мы будем модным давайте хрена голды не жалко то там красивые красивые так у нас соответственно тут hd супер-мега hd клиент и на самом деле видим там блики отражения все сияет сверкает графоне просто пиксоники завезли он великолепный и вооружением чудо отсвечивается бликует мобильная игра а выглядит она как компуктер на и все полетели дальше так игра нас пытается развести на открытие ангара а я потом верни слота а я соответственно второй слот открывать не собираюсь полетели воевать дальше ну все начинается мясо и не забывайте заходить на стройке игры и включать все что можно и нельзя ручной выбор цели захват цели ставите галочку отображение прочности союзников включайте боевый статус включайте ну чувствительность настраиваете как хотите для чего нужно все это дело включать соответственно захватывать цель и влево вправо ну не так сильно влево вправо дергаете и прицел не перескакивает игра мобильная бывают такие моменты что внезапно перед вы воюете с удаленным врагом а внезапно между вами и врагом оказывается негодяй может быть такой вполне может быть такой и такое происходит часто и прицел в этом случае перепрыгивает на ближайшую цель люди потом недоумевают что такое что за бардак я же хочу стрелять удаленную цель но извините меня игра мобильная она ваше предпочтение угадать не может пока что к сожалению так развалили пулишеры пульши и разваливают врагов на раз-два так захватим сейчас маячокер вот такой красивый у меня красивый мега нагибатель он видим что на солнышке тоже там падает отражение там все это сияет блестит великолепно классно классно так-так молоты хорошо работают на удаление пулишеры хорошо работают вблизи но игра в робот славится тем что она все-таки игра для ближней-ближней средней дистанции тут особо не по снайперишь если ты соберешь себе ангар там снайперочка условно говоря да тебе прибежит какой-нибудь там фафнир прилетит шел прибежит и тебя убьет возможно это недостаток игры да весь все бои тут складываются в зарубе в ближнем ближней средней дистанции такой средний на ближней дистанции практически 0-100 метров все бои происходят так давайте возвращаемся обратно в ангар что там нам обучение продвинется дальше или на застопорилась на третий уровень третий уровень красивый посмотрите по красивый у меня дэкстриер дэкстриер так все-таки ты будешь меня разводить на покупку второго слота я не буду покупать все купи нового робота о давайте покупаем нового робота снимаем фунишеры больше мы не будем на дэкстриер играть дэкстриери почему-то мне хочется лукой сказать дэкстриер так и меняем на нашего новинки наша новинка стоит сколько у полу мало для новичка это не подъемная сумма ладно давайте козачка возьмем интересного козачка имеется покраска и у козачка покраска имеется ни хрена себе еще красненький имеется ладно пока побегаем зелененьким зелененьким и естественно не молотый естественно помнишь ли что в ближнем бою всех разваливать нафиг поставили возвращаемся вот обучение продолжается даже можно не открывать второй слот и все великолепно происходит о все игра больше не пытается мне развести на покупку второго слота теперь на ногу это что-то здесь нужно понажимать улучшить казака ну давай давай научи меня улучшать а ускорить теперь ну давай ускорим великолепно второй левел 2 мк 3 по-любому скоро будет мк 3 левел этом с 1 по 12 получаем 25 голды великолепно получи 3 а еще и ресурсы льются рекой и купи новое вооружение а игра поняла что я уже купил вооружение великолепно лучше любое оружие оружие но мы пунишеры ты и улучшим то есть пунишеры на тяжелый слот почему-то пунишер это на легкий слот пунишер ты на средний слот эвенджер на тяжелый слот как-то нелогично пунишер пунишер ты пунишер z так было логично так улучшаем а за ускорение понятно хорошо что не приходится ждать было так и не только в ангаре новичка а всегда нажимаешь улучшаешь и тебе за это еще ресурс удаются великолепно ускоряешь не прокачку а тебе еще о все великолепно полетели воевать теперь нашим нагиб машине интересно кстати говорите с категория давайте проверим так урон с пульки 290 у нашего вооружения не просто будет интересно кто эффективнее два пунишера легких или один пунишер средний так смотрим 160 160 два пунишера 160 . 320 урона а у этого получается 290 он второго левела получается все-таки два легких пунишера огневая мощь у них больше чем у одного среднего пунишера все полетели воевать дальше и так с казачком процесс захвата маяков у меня значительно значительно станет быстрей и соответственно еще визуализация посмотрите hd графика где все красиво смотрится все сияет сверкает в робот светла славятся не только об своим ближними боями но еще и красивейшей графикой очень красивой графикой мобильные мобильные игры смотрится как мобильная смотрится как будто бы компуктер на этом который нагружает виде карту там нужно супер мега виде карта нет здесь принципе обыкновенное устройство справится так казачок то у меня в принципе это не танк он не может держать удар так что пожалуйста пожалуйста меня не бейте но казачок славится еще тем что очень быстро прыгает да и у него быстро происходит кдшка его активные способности вообще в его робот активная способность когда 6 там примерно 15-20 секунд в среднем развалили великолепно но казачок казачок выбивается из общего числа потому что это робот новичка прыгать можно регулярно постоянно великолепно прикольно было посмотреть бы ангар казачков 1 мк3 прокачки то есть максимальной прокачки что интересно получится сколько у них максимальное количество хп можно принципе было сидеть в укрытии на казачке да прыгаешь вверх и стреляешь прыгаешь вверх и стреляешь но хотя скорее всего тебя могут подбить да так принципе за а ну можно играть на гидрах поставить гидру на казачка и бегать и в принципе ты вообще будешь в недосягаемости потому что на гидрах можно воевать вообще просто издалека так а казачок у нас прыгать не сильно-то высоко о кое-как все-таки запрыгнул так братюня ты куда пошел собрался лайком у тебя в прыжке ни хрена себе красиво красиво конечно и стреляю и прыгаю и разваливают декстриера мне хочется сказать декстриера а не дестриера так там шут робот который был и которого не стало зачем-то разработчики вы из игры вывели теперь это музейная сборка как принципе ибо если не оголим есть в игре если правильно помню в игре его робот всего трех роботов зачем-то вывели из игры это соответственно шульц это бо и вроде бы голем сейчас он обязательно это все дело разберемся посмотрим первое место я не супер мега нагибатель так возвращаемся в фьюжен вот цена кусается кусучая цена а почему-то фьюжен посмотрите какая-то покраска у него уже вшита он же синяки должен быть а если зелененький почему-то скорее всего он идет какой-то красивенькой покраской цена если честно я бы не рекомендовал бы новичкам за такую цену покупать но если у вас есть лишние 800 рублей то берите потому что он уже идет на таранах а тараны это даже в чемпионской лиге отыгрывать весьма неплохо плюс к этому еще ресурсы сыпется да великолепно о гард задали мечу но вернее открылся гард на покупку и так давайте посмотрим правильно я помню что теперь теперь из игры вывели трех роботов голема не будет голема нет нет голема да 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 голема нет чего вывели такую красивую роботу к птикаем и был мне нравился классно у него легкий был слот вооружения средний и тяжелый зачем вы выводите роботов блин блин ну старичка у старичков ху накануне конечно он остался его и шульс и голем блин сейчас можно обзоры снимать на голема и люди будут недоумевать что за робот такая можно подписать новинка игры воробос голем и все в шоке будет что за голем первый раз такого робота вижу так забираем получил 4 я уровень появились задания все пошла пошел фарм ресурсов жесткий фарм плюс платформы android и ios что есть и рекламка за рекламку можно посмотреть здесь рекламки пока нет но как правило в конце в конце скидок имеется просмотр за получать энергоблоки за рекламу там еще сетям ресурсы там бустеры голодной серы в общем смотрите рекламу вам все сыпется причем просмотр именно этой рекламы не идет в статистику все вы можете посмотреть на халяву 9 рекламам дается в день можно даже не играть и заходишь в игру и сможешь 9 реклам ну допустим здесь после 9 реклам написано сыграть один бой сыграли один бой и опять можете смотреть рекламу но повторюсь если вы заходите в раздел скидки и здесь рекламу смотрите это реклама никак не учитывается то есть вы можете 9 реклам посмотреть стандартных и здесь там рекламу которые вообще не идут никуда никую статистику всего можете реклам 15 получить и получить кучу ресурсов просто даже не играя в игру постарайте до платформа ios и android в этом имеет жирные жирные плюсы и почему-то скидки дублируются скидки здесь скидки тут скидки здесь скидки тут еще тут скидки сделайте полетели еще один бой сыграем и получим наверное пятый левел и так я захватил маячок не забывайте выйдем в робус она не только воевать но и маячки захватывать захватывайте маячки у вас там очки прут голода прет ресурсы тут в общем бы ой 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 меня могут развалить чтобы соответственно уходить от вражеского огня нужно мансить на казаке мансить одно удовольствие прыгаешь влево вправо великолепно ну и перемещаешься влево вправо дергаешься змейки бегаешь и так далее чё-то по-моему пора мне отступить до пора мне отступить интересно эти боты с которыми мы играем а это бота они понимают что я почти мертвый и меня вполне стрелять лучше не надо вообще во всех обучалках будут и такие что они как бы не склонны тебя убивать они склонны тебя обучить играть да вроде бы а нет все таки бьет меня посмотрите батяра я учусь играть я новичок прыгай 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 я не могу пока воевать потому что корешка вооружение сразу наглядно недостаток данного вида вооружения пулеметов почему чемпионской лиги не особо их жалуют это долгая придолгая кдш к 10 секунд никуда не годится в современных условиях игра в робот игра не только ближнего боя игра это еще играю очень скоростная здесь нужен кдшка на 5 секунд это все край так киберспортивный режим что врага убить не чтобы он по мне не стрелял прячем корпус робота пушку выставляем и убиваем врага ну я так называю киберспортивный режим бионг я на казаке сделать бионга то ждем 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 когда наконец-то на этом аккаунте появится карта каньон и кто не знал не встречался вы увидите там просто шедеврально впечатляющие красивые красивые текстурки и эффекты и так пятый левел не получил потом соответственно я передам аккаунт вручу ребенку скажу на садись играй помогай мне она получит пятый левел а мы с вами встретимся в следующих боях я уже примерно буду это 7 лава покеда удачи прокачки